Уважаемые зрители сайта «Народный контроль», сегодня представители общественной организации проводят повторную проверку мини-рынка, расположенной по улице Заводская-Татищева. Мы получили ответ из Комитета по товарному рынку, ответ на наш запрос. По данному адресу форма расположения объектов не отвечает информацией, которая размещена в постановлении правительства города, размещение торговых объектов. Однако, когда мы проводили мониторинг, проводили анализ, выяснили, что на этом земельном участке, согласно схеме размещения, должна быть размещена торговая галерея. Однако, визуально промониторив данный земельный участок, мы установили, что торговой галереи здесь нет, потому что, соответственно, с ГОСТом, конструкция торговой галереи представляет собой несколько торговых объектов, которые объединены под единую временную светопрозрачную кровлю. Однако, здесь этого нет. На этом земельном участке размещены торговые киоски, павильоны, трейлеры. Они размещены хаотично. Также вставляются дополнительные лотки и столики на тротуар, что является одним из критериев нарушения правил благоустройства. Вот у нас на руках ответ. По нашему запросу администрация Верхистецкого района выехала на проверку и установили, что на самом деле, да, понятие торговой галереи никак не применяется к этим торговым объектам. И выяснили, что со стороны улицы Заводской в одном ряду размещено более пяти киосков. Соответственно, администрация Верхистецкого района направлена в адрес хозяйственного субъекта ОГИРАТА обращение с требованием привезти стандартные объекты в соответствии с понятием торговой галереи. Так, вот получается, у нас на тротуар выставляются столики. Сейчас беседовали с директором данного рынка. Он пояснил, что выставление этих столиков соответствует ГОСТу. То есть, размеры занимаемого пространства отвечают требованиям благоустройства, и это не мешает жителям и посетителям данного рынка беспрепятственно перемещаться по этому рынку. То есть, вот столики, ларьки просто выставлены прямо на улице. Опять же, по санитарам, нормам и правилам здесь открытая местность. У нас проезжают транспортные средства, выхлопные газы. Это все оседает на данный товар. Если рассматривать со стороны улицы Татищева, вот вид, значит, улицы Заводской. То есть, видим, что слева и справа от тротуара идут торговые палатки, киоски, трейлеры. И понятие торговой галереи никакого отношения к данному земельному участку, к данным киоскам не имеют. Значит, наибол сформирован и передан запрос директору ОГИРАТ-А с просьбой разъяснить, каким образом идет размещение этих торговых объектов, соответствует ли это размещение у ГОСТу Р-5513-03-213. И ждем ответов. Также задан вопрос по поводу использования электрической энергии предпринимательной работающей на этом медиарынке. Законно ли идет это использование, с кем заключен договор. Да, то есть, вот мы видим, что от этих объектов идут провода. То есть, если смотреть, вот мы видим провод. Провод идет на данный столб. И дальше на те столбы идут скрутки. То есть, вот этот вопрос, как эта энергия используется и законно ли она используется. Как получается, слева у нас проход на земельный участок. Здесь вот буквой П размещены дополнительные торговые киоски. То есть, вот видим, что вот есть выиска ОГИРАТ-А, мини-рынок. То есть, здесь деятельность осуществляет юридическое лицо ОГИРАТ-А, которое заключает договора с предпринимателями и которые арендовывают, соответственно, эти площади. Но на самом деле, в схеме размещения эти объекты указываются, как торговая галерея. То есть, вот они вот расположены, получается, друг за другом. Тут же у нас фруктовоощи, тут же у нас общепит. Здесь же у нас услуги разного рода прием платежей. Трейлеры, ее торговли кондитерскими изделиями, колбасной продукцией. Вот у нас стоит торговый павильон, где у нас идет приготовление кур-гриль. Условия приготовления такой продукции не соответствуют требованиям санитарных норм и правил. То есть, видим, что здесь помещение не предусмотрено под такую деятельность. Стоит технологическое коптильное оборудование, изготавливаются пирожки. То есть, вообще непонятно, кто осуществляет деятельность. Нет информации о предприятии, оказывающей услуги общественному питанию. Нет цен на реализуемый товар. То есть, идет прямое нарушение и правил торговли, и санитарных норм, которые предусмотрены действующим федеральным законом по санитарно-эпидемиологическому получению населения. Значит, беседовали с директором ООО «ГИРАТ-А», с Олегом Михайловичем. Он пояснил, что зона мини-рынка заканчивается вот на этом земельном участке. И отсюда идут торговые объекты, которые размещены незаконно. Ранее и полиция, и администрация, и прокуратура проводились проверки. Были попытки ликвидации этих несоставленных торговых объектов. Но мы видим, что они стоят, работают. И, как нам пояснял директор ООО «ГИРАТ-А», возможно, все эти жалобы идут от предпринимателя, работающего на этом земельном участке.